Книга «Открытым оком», вопрос 4031, том 30, тема «Церковь». Пишут, что епископ Диамит Чукутский теперь уже не епископ, будто бы сняли с него сан. Как происходит это снятие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Собрались епископы, написали бумагу и разослали ее по епархиям. Но это снятие не таинства, а может быть произвол, месть и беззаконие. Когда рукополагали в епископа, молились в алтаре над ним, руки на его голову возлагали и Евангелие. А здесь ничего этого не было сделано, да и нет такого раскрещения, развенчания. Иуда Искариотский сам отпал, его не отлучали за предательство. Книга «Деяния» 1.25. «Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Газета «Известия» за 8 октября 2008 года, страница 5, поместила статью «Диамид больше не епископ». Среди прочих обвинений в его адрес есть и такое. Кавычки открываются. «Сам Диамид занялся откровенным популизмом, ходил в заоплатанной арясе и кирзачах. И вот теперь Синод постановил мирян, сеющих смуту и не подчиняющихся священноначалью, призвать к покаянию». «И предупредил, что дальнейшая раскольная деятельность приведет к отлучению». Сейчас кавычки закрываются. Диамид во многом неправ, ибо он есть порождение этой же самой сталинско-бериевской организации Московской Патриархии. Но среди неправых он более прав. Пройдет несколько десятков лет, если еще Бог жизнь продлит на земле, имена всех архиереев и митрополита Кирилла и Патриарха Алексия будут преданы забвению. А вот Диамиду эта участь уже не грозит. Он выступил, он обличил, он не побоялся, и это уже поступок, достойный звания человека. Я в этом абсолютно уверен. «Любое смелое действие вызывает уважение даже во врагах». В газете «Алтайская правда» за 3 октября 2008 года на странице 3 в статье «Возвращение на родину» Анатолия Кириллина написано. «Возвращаясь к началу перестройки, нельзя не вспомнить фильм Владимира Кузнецова 90-го года «Предчувствие», где известный у нас в крае правоборец Игнатий Лапкин предсказывал крах строя конец власти коммунистов. Фильм стал лауреатом фестиваля «Золотой Витязь», а чем кончилось на самом деле, мы с вами знаем. «Действия апостола Павла не во всем сходились с практикой остальных апостолов, но они его не запрещали за это, как сегодняшние узурпаторы власти, которая им отнюдь и не принадлежит». Послание Галатам 2 глава 6 стих «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Запретили митрополита Филарета Денисенко, а он после этого развенчания, низведения его до простого монашества, стал патриархом всея Украины. Сняли санкции от химандрита Валентина Русанцева, а он стал митрополитом в РПАЦ. «Да и вообще, о каких канонах могут говорить в Московской Патриархии, когда из действующих ныне 719 правил 413, то есть 57%, умышленно и повседневно нарушаются?» «Незаконно рукоположенные припосредствии мирских властей, какие и на кого могут налагать проищения, когда их паста точно так же не рождена свыше, как и они сами?» «Анафема, на которую дерзают дедушки в колбучках, падает на них же, ибо они входят точно в строку, обозначенную, кто же истинно подпадает под отлучение». 1 Карифонам 16.22 «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа» Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих «Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». 1 Запретный плод по-своему хорош, он вожделением к стимулу приклеен, прибавку сулит миллион на грош и занесет вчерашнего левее. 2 За знанием нередко едут за границу, общипывают листья, продираясь ближе, приятности достигнут, но ею не укрыться, от предвкушения кору и корень лижут. 3 Забретная внутри или вовне, и терпким запахом о смерти возвещает, кривизны выпрямится, станет путь ровней, и совесть не тревожит, как в начале. 4 Чего не сделает презренный лизоблюд, за шторы спущенные все опускаясь ниже, дично жаркое из десятка блюд, о сколько тех, кто кровно им обижен. 5 При искушении трудно смертным устоять, когда достигнуть можно вожделения, змей источает мед, в котором смертный яд. 6 Здесь абсолютно все подвержено истренью, раскусим ли мы умыслы врага, искусно сети расставляет недруг, не устоявший будет сам себя ругать, от голода вздыхая в скудости прищедрой. 7 Не тронь, не прикасайся и отпрыгни, желая сохранить в себе наказ владыки, не разменяй же совести на призрачную прибыль, ведь дьявол лжец с полынью и еще тот политик. 8 Запретный плод застрял у Евы на зубах, без зуба шамкает Адамова отродье, здесь лучшим стражем станет Божий страх, бескомпромиссно высветит распятие напротив. 9 А на кресте плод жизни Иисус, от новой Евы скромной преснодевы, с Адамом новым, со Христом спасусь, от предложений вкусных тех, что слева. 2008 год, 24 октября. Игнатий Лапкин